Всем доброго времени суток! С вами SOP. Встречайте, Blackthorn Arena. Стратегия менеджмент симулятор. С боями в реальном времени. Разработанная Personic Game Studio. Игра вышла 17 января 2020 года. С тех пор было выпущено уже два небольших дополнения. Мы окажемся в фэнтезийном мире с мифическими существами и классическими расами жанра. Мы хозяева арены. Нам предстоит сделать из своих рабов гладиаторов, готовых сражаться за своего господина. И это мой первый взгляд на эту игру. Что ж, нажимаем новую игру, да погнали. Так, что нас здесь ждет? Новая игра. Сложность. Раб, новичок, сеньор, ветеран, чемпион и кастом. Ну, вроде как до кастома нам далековато, да? Давайте сеньор так и оставим, это я так понимаю, да, из пяти третья ступень. Это стандартная сложность игры. На этой сложности ваш гладиатор находится под средним риском ранения и низким риском смерти при поражении. Игрок начинает с небольшим количеством денег. Начальные гладиаторы игрока будут одеты в базовое гладиаторское снаряжение. Неигровые гладиаторы получают нормальное количество опыта за шаг и стандартный бонус к статистике на протяжении игры. Интересно, что это такое? Ага, это у нас получается, если мы захотим настроить более тонкую игру. Ну, так как это первый взгляд, я, наверное, этим заморачиваться сейчас не буду. Также у нас есть режим железного, да? С этой опцией игра не может быть сохранена вручную и у вас будет только один файл сохранения. Эту опцию нельзя отключить после подтверждения. Ну, зачем нам усложнять жизнь? Погнали, посмотрим. Так, исследования пищи важны. Вы можете получать рецепты, которые дают вашим гладиаторам дополнительные эффекты. Так, это у нас какой-то конструктором нашей личности, я так понимаю. Портрет мы поменять не можем. Можем поменять пол, да? Что еще? Повертеть можем? Да, можем повертеть. Ну, кстати говоря, для инди-игры это неплохо, потому что Persona Game Studio это независимый разработчик, который не продвигал свою игру ни через одного крупного издателя. Что ж, займемся, наверное, с волосами, да? Так как это непонятно какой год и вообще, я так понимаю, что раз это фэнтезийный мир, то к нашим реалям он мало относится. Да? Ну, значит, можем вольны выбирать себе какую угодную прическу. Такая мне не нравится. Такая тоже, в общем-то, не особо. Дайте что-нибудь по-быстренькому наваяем. О, саракезом нормально будет ходить, да? Можно приближать. Ну, не сильно. Фокус лица. Ага. Ну, и лицо же у нашего героя. Ну, ничего страшного. Глаза. Я что-то не вижу, чтобы глаза вообще как-то менялись. Брови. Нет, брови меняются. Так, борода. Козлячья борода мне не подходит. О, какая. Нет, перебор. А думаю, что вот такая... Такая борода или такая. Давайте такую оставим. Что-то, конечно, с лицом у него беда. Волосы, может, поменяем, что-то изменится? Не сильно. Ладно, оставим такого. Викинговатого чувака. Лицо. А, не, можем чуть-чуть поменять лицо. О, сердитая. Давайте такое оставим. Фиг с ним. Детали тела, детали лица. А, все-таки можно менять. Размеры, тары-пыры. Но я не вижу смысла особо этим заморачиваться. Мы же будем как незримые персонажи. Возможно. А возможно и нет. Я, в принципе, не знаю. О, у нас есть рандомайзер. Так, хорошо. Давайте фокус с лица уберем и сделаем что-нибудь из рандомайзера подберем. Потому что стандартным персом тоже как бы не хочется играть. Такой. Ага. Красноглазый. Не, красноглазый меня не катит. Вот. Ух, какая страшная горилла. Ну, во. Ну, она, я думаю, нормально. Сойдет. Вроде как благородный вид имеет. Что ж, введите сюда имя. Ну, как вы думаете, какое имя я введу? Конечно, СОП. Начинаем? Что ж, погнали смотреть. Так. Руфус Бейзилл. Друзья, выражаю благодарность за то, что присоединились ко мне на моей скромной арене. Особенно тем, кто проделал немалый путь, чтобы оказаться здесь. Сегодня я с гордостью представляю вам новые лица. Но перед началом состязаний я хочу представить вам мистера Соба. Мужчина. Тот, кто недавно выкупил арену Блэк Торн. Да, легендарная арена Блэк Торн вернулась и готова к новым победам. Что ж, продолжаем. Так, а что это у нас? Дуган. Маргарет. Что, мои бойцы? Тяжелый груз. Тяжелый груз. Ладно, будем разбираться позже. Продолжаем. Недовольные крики, да, я так понимаю? Ну, ничего страшного. Я отправлю против них, откровенно говоря, двух начинающих гладиаторов. И теперь встретим же овациями гладиаторов арены Блэк Торн. Это что, мои гладиаторы, да, получается? А, ничего, у них тут броня такая. Кто сегодня идет с арены живым? Пришло время узнать. Так, они на нас нападают? Ага, мне нужно как-то им управлять, да? Так, кого она атакует? Вот этого? Атака. Ох, он. А можно им как-то оружие сменить? Опа, крутить-вертеть тоже, да, возможно? Я думаю, что Маргарет сейчас завалит. Еще как. Можно ли нам как-то сменить оружие? Тыкую на все подряд. Достать, убрать. Достать. Одного вальнули. А второй почему побежал? Непонятно. Скорость игры. Ага, можно помедленнее сделать, да? Ага, вот, походу, смена оружия. Что-то у него в руках нихрена нету, да? Ладно. Переключение оружия. Вали давай его. Иначе сейчас тебя завалят дугом. Походу, мы проиграли. Ха-ха. Победили гладиаторы Безила. Похоже, мастеру нужно больше работать над собой. Продолжаем. Как бы то ни было, это был честный бой. Надеюсь, мы снова встретимся в Мастер СОП. Хорошо. Конец. Так. Побежденный. Победители. У нас здесь что? Имена. Убитые. Убитые. А что значит 4 убитых? Непонятно. Нанесенный урон. Это, видимо, история, да? Этого раба. Да. А вот наши рабы. Получили 392. 2 единицы экспы здесь. 258 единиц. Маргарет у нас получила. Статус рана-рано. Да. Полученный урон. Нанесенный урон. Убитых двое. Ну, дугом, смотрите. Кровожадный. Хорошо. Что у нас здесь? Сила, ловкость, интеллект, стойкость, точность, сила воли, дальнее оружие, да, я так понимаю, он специализируется, готовка, лидерство, берсерк. Ну, нормально, короче, тут параметров. Что ж, мы побеждены, да? Ну, что поделать? Ничего мы на этом не заработали. У нас есть благос, это, так понимаю, отношение к нашему персонажу, да? Призы, убыток, прибыль, понятно, новая травма рано-рано. Подтверждаем. Что ж, Абу, интересно, кто это? Типа нашего привратника? Не волнуйтесь, мастер, это и вправду не самое благоприятное начало, но поражение часть игры. Особенно для того, у кого было мало времени для того, чтобы подготовиться. Это только начало вашего пути. Продолжаем. Горькая правда в том, что крупные арены до сих пор не позволяют участвовать гладиаторам с арены Блэкторн в сражениях. Этот запрет – наследие постыдных поступков вашего отца. В первую очередь, вам надо доказать свою честность, свою честь и ценность. А сейчас первая ваша задача – увеличить свое влияние. А, да, и заработать деньги. Это тоже важно. Без денег вы не сможете управлять ареной. Продолжаем. Так. Как мне увеличить свое влияние? С каждой победой ваше влияние среди друзей и мастеров повышается. Победа над сильными противниками будет гораздо эффективнее. Также это важно. Когда вы победили и уже думаете над тем, пощадить врага или нет, вам нужно понять настроение зрителей. Подстраивайтесь под их желания. Дайте им то, чего они хотят от вас. Чего они хотят и вас будут любить. Продолжить. Так, я хозяин арены. Почему я не могу устраивать игры на моей арене? Не выйдет, мастер. Мастера волчьих земель не позволяют проводить игры на арене Блэк Торн. Опять же, последствия действий вашего отца. Даже если не станете подстраиваться под них, учитывая, что вы новичок, не уверен, что кто-то сейчас захочет участвовать в игре на арене Блэк Торн. Как я и предположил, завоевать репутацию – ваша первая забота. Я понял. Как я могу заработать больше денег? Пока же только с помощью состязаний. У каждого турнира есть награда. Иногда победителям вручаются трофеи. Все, что не нужно, можно продавать в магазине. Хорошо? Хорошо. Это все, что я хотел узнать. Еще кое-что, мастер. Кому-то нужно пойти на рынок, чтобы купить новых рабов. Ваш гладиатор может быть ранен во время боя. И пока он исцеляется, должен быть запасной гладиатор. И хорошо бы купить новые оружия и доспехи для ваших гладиаторов. Понятно. Понимаю. А сейчас иди. Я позову тебя, когда в том будет необходимость. Хорошо, мастер. Так, это жилая зона в вашей арене, где вы можете управлять и тренировать своих гладиаторов. Так. Вы можете проверить текущую дату, способность, ежедневные расходы и влияние здесь. Что у нас здесь есть? Карьера. Рабов куплено. Та-та-та-та-та-та-та. Тактистика, короче. Это, да? Угу. Дальше здесь у нас что? Снегопад. 1299 год. Расходы. У нас 2 золотых, 98 серебряных. И, понятно, 0 популярности. Дальше здесь что? Вот переключатели гладиатора. Таблицы лидеров, инвентаря и окна мероприятий. Так, все гладиаторы. Вот все гладиаторы, которые у вас есть. Нажмите на вкладку гладиаторы в различных сценариях, чтобы выполнить соответствующие операции. Нажмите значок головы гладиатора, чтобы посмотреть подробную информацию о гладиаторе. Понятно. Нажмите этот переключатель, чтобы развернуть, скрыть вкладку гладиатора. Опа. Ничего себе. Экипировка. Ни хрена у него оружие, у нее. Дуган. Уровень 1 эльф. Плохо видно. Так. Статистика, свойства, карьера. Да, но мы с этим будем разбираться чуть позже. Я думаю. Что еще здесь есть? Так. Вот рейтинг ваших гладиаторов в вольных землях. Повышайте силу своих гладиаторов, чтобы они попали в список. Понятно. Ну, здесь, короче, куча всяких, куча, куча всяких, но явно не наших гладиаторов. Так, что это у нас такое? О аренах. Арена Блэк Торн, влияние, наследие. О, здесь куча арен, да? То есть нам сначала еще какая-то яма есть. Испытание трона. Турнир, показ, текущие бои. Ага. Хорошо. Дальше. Журнал, мероприятие, задачи, да? Так, успешное сохранение, успешное сохранение. Так, это мне не очень интересно. Здесь представлены актуальные игровые задачи. Ваш отец оставил вам дряхлую арену и такую же гнилую репутацию. Чтобы восстановить имя вашей семьи, вам предстоит пройти долгий путь. Заработайте 300 очков влияния. Ага. Хорошо. Понятно. Что у нас здесь? Меню системы, арена, карта мира, рынок, конец дня. Ага. То есть это пошаговая хрена, да? Замечательно. Стражник 1. Предотвращение побега 100%. Плата 1 серебряник, да? Это стражнику получается. Ага. Я понял. Мы как-то можем здесь перемещаться? Пока никак, да? Так. Тут у нас клетки. Зона тренировок. Главный зал. Зона тренировок. Это место тренировок. Вы сможете тренировать своих гладиаторов здесь, чтобы получить опыт. Кроме того, вы также можете назначить инструктора из числа ваших гладиаторов. Инструктор может увеличить опыт, полученный в тренировке гладиаторов и уменьшить вероятность травм и усталости. Это тренировочный слот. Установите в него гладиатора, чтобы начать тренировку. Нажмите на эту кнопку, чтобы развернуть тренировочный слот. Понятно. Так, все. Отменяем подсказки. Давайте сами разбираться. Главный зал. Это главный зал, где гладиаторы едят. Вы можете назначить гладиатора быть поваром. Повар может изучить различные рецепты и готовить для ваших гладиаторов. Что у нас здесь еще есть? Это слот повара. Поместите гладиатора в слот, чтобы он выступил в роли повара. Повар получает опыт к навыку готовки. Чем выше уровень готовки повара, тем больше шансов, что он сможет завершить новый рецепт, чтобы приготовить более вкусную еду. Вот текущая информация о ежедневной диете. Нажмите на значок еды, чтобы изменить ее. Используйте повара, чтобы исследовать различные рецепты для открытия дополнительных опций. Замечательно. Это наши гладиаторы. Туда-сюда шастают. Так, и тому подобное. Как нам отсюда выйти теперь? Сюда, да, наверное, назад. А как нам сюда перенести? Ага, Дуган. У Дугана есть две единицы готовки. Замечательно. Я типа его перетащил на готовку, да? Зал тренировки, лазарет. Главный зал. Лазарет. Это лазарет. Поместив раненого гладиатора в лазарет, вы быстро восстановите его здоровье. Назначить гладиатора врачом врач может ускорить лечение, вылечить рану гладиатора и изучить зелеваренье. Пыточное. Ничего себе. У нас тут даже кто-то уже запытанный есть, да? Ну, то есть замученный. Это комната пыток. Пытайте гладиаторов, чтобы заставить их бояться и увеличить их покорность вам. Незначительное назначение надзирателя может повысить эффективность работы. Если вы купите раба в состоянии сопротивления, поместите его в темную комнату и вскоре вы получите послушного раба. Понятно. Сюда еще слот надзирателя. Здесь текущая информация о пытках. Травм 10, надзирателя пока нету. Это слот для пыток поместить гладиатора в слот, чтобы использовать соответствующие пытки. Пытку. Гладиатор увеличит покорность ценой уменьшения здоровья. Ага, понятно. Кузнеца. Это кузнеца. Вы можете назначить гладиатора, чтобы он стал кузнецом. Кузнец может изучить рецепты экипировки и ковать их. Наверное, выковывать. Ну ладно. Это слот для кузнеца. Понятно. Сюда мы опять же... То есть весь персонал у нас рабы, в общем-то. Хорошо. Режим... Что? Режим аватара? Ага. То есть по всему этому можно еще и гулять. Так. Это что у нас? Тренировочный зал вроде как, да? Ну, похож, по крайней мере, на тренировочный зал. То есть здесь... Представляете, сколько здесь народу можно поместить сюда? Ага. А можно ли туда выйти? Так. Было подсвечено сейчас. Странно. Пока не знаю. Может быть, в управлении еще не до конца разобрался. Что у нас? Посмотримся, что у нас на арене еще есть. Так. Это у нас явно кузница. Странно. Двери подсвечиваются, но каким образом с ними можно взаимодействовать, непонятно. А, о, мышкой. А, это что это за темная комната такая? Неплохо. Так, тогда можно, получается, и туда сходить, да? И сюда можно сходить? Ну, вроде как. Да, конечно, все не так плавно работает, но игра и не про это, на самом деле, да? Хорошо. Посмотрели тренировочный лагерь. Точнее, тренировочную зону. Зону кузницы. Что у нас здесь? Так, это, опять же, тренировочная зона. Здесь у нас выход, что ли? Крыска. Привет. Сюда мы идем, идем, идем. И что, и куда мы выходим? Какая дверь здоровенная. Ага. Сюда у нас пока нет доступа. Видимо, это какое-то расширение. Ладно. Глянем, что у нас с этой стороны. Это у нас оружейка, что ли, получается? Ну, да, скорее всего. Типа, а-ля склад. Но про него нам ничего не сказали. Что самое интересное. Так. Ну, по, можно побегать. Ты кто такой? Опа. По стойке смирно. Васька. Васькой будет. Так, это один наш гладиатор. А я так понимаю, что это клетки, да? Почистить не хочешь? Хочется все-таки как-то, да? Ну, может быть, я все-таки благосклонен просто. На самом деле, нужно быть жестче. Мы же, типа, рабовладельцы здесь будем. Да еще и гладиаторов будем строить, которые... Ну, строить, в смысле. Ну, да, строить, по большому счету. Так. Все клетки открываем. И они вот в таких условиях будут жить. Ну, хрен он знает. Ладно, с этими реалиями я пока не сильно знаком. Здесь они будут кушать. Мы назначили своего повара. Даже вроде как. Крысы везде лазают. Что здесь у нас? Пыточная. Точняк. Тут у нас пыточная. А тут, походу, темная комната, да? Да. Везде скелеты. Одни и те же, между прочим. Ну, вообще, в принципе, так неплохо нарисовано. А это... Кукла, надеюсь. Что-то в ней там какие-то колушки забиты. Или колья. Ладно. Мы вроде все посмотрели, кроме... Или не все. Что ты, кашеваришь туда? Ну, давай, кашеварь. Что здесь? Понятно. Я представляю, сколько здесь можно будет народу набрать. Если здесь такое количество посадочных мест. И вообще такое количество клеток и комнат. Так, а здесь у нас что? Это, типа... Непонятно. Что за привилегия такая? С матрасами спать. Видимо, это комната назирателей. Ладно, хорошо. Возвращаемся обратно в наше меню. И какие у нас задачи? То мы посмотрели уже достаточно много всего. А задачи пока не видели. Так, это наш инвентарь, да? Задачи. Заработайте 300 очков влияния. Интересно, каким же макаром нам это нужно сделать? Конец дня, арена, карта мира, рынок. О, а мы этого еще всего не видели. Что у нас с ареной? Бои. Спонсоры, трофеи, призовой фонд. Провести бой. Нет, пока мне кажется рано. Карта мира. Опа, это карта арен вольных земель. Помимо вашей собственной арены, вы также можете перейти на 9 других арен, чтобы принять участие в соревнованиях или испытаниях. Когда этот логотип, в смысле вот этот что ли, этот логотип присутствует на значке арены, это означает, что на арене будет проводиться соревнование. Вы можете нажать кнопку, чтобы посмотреть информацию о соревновании. Вы также можете нажать кнопку, чтобы посмотреть информацию о испытании на арене, где нет конкуренции. А, вот он, значок. Появление этого символа на значке арены означает, что на ней будет проводиться соревнование. Однако, вы не можете выйти на эту арену, чтобы соревноваться или выполнять какие-либо задачи. Я так и не понял, какой значок нам дает право выходить на арену. Турнир, травли зверей, показ. Ну, жесть какая. Это вся карта, да? Ну, в принципе, я думаю, что этого должно хватить. Так, давайте уже какие-нибудь действия начнем. На рынок сходим. Поход на рынок занимает один день, но вы сможете посмотреть всех торговцев в один день. Вы сможете отправить своего слугу на рынок, это будет стоить 10 серебряных. Закрыть. Рынок черного леса, гильдия воров, рынок пиратского бара. Что это? Гоу-директор ли? А, это типа самим отправиться или отправить, я так понимаю, нашего посыльного, да? Отправляемся сюда. Посмотрим, что там за рынок и что он из себя представляет вообще. Да, смешение рас интересная задумка. Ну, это дает больше свободы разработчикам в плане... Как-то, ну, каким-то каноном особо не прислушиваться. Это черный рынок, где вы сможете торговать рабами и предметами. Далее. Слева список товаров. Щелкнув или наведя курсор мыши на иконку, вы сможете посмотреть часть информации о товаре. Двойной щелчок позволяет быстро приобрести товар. Здесь вы сможете переключаться между четырьмя типами торговцев. На текущем рынке торговцы будут обновлять свои товары время от времени, да? Так, а здесь что у нас? Если вы не удовлетворены этими товарами, вы можете войти на другой черный рынок и проверить тамошних торговцев. Обратите внимание, что независимо от того, сколько рынков вы посетили, вы потеряете один день после того, как вернетесь на свою арену. Так, две кнопки справа могут открыть ваш список рабов и инвентаря, где вы можете посмотреть свои вещи и выбрать... И выбрать, продавать их или нет. Угу. Понятно. Да у нас два раба. Я так понимаю, это шкала здоровья, это шкала преданности, скорее всего, да? А, нет, это жизненная шкала. А это шкала боевого духа. Угу. Повиновение восемь, да? Статус этот готовит, этот бездельничает. Хорошо. Инвентарь мы с вами видели. Что у нас здесь? Торговец рабами. Рынок рабов. Торговец. Подходите и взгляните. Лучшее оружие в вольных землях. Я понял. Здесь у нас, получается, можно покупать инвентарьчик, да? Хорошо. Торговец броней. О, есть разделение на синие и зеленое. Ну и, соответственно, обычное, то есть, обычное, редкое, да? И очень редкое, да? Ну, или легендарное. Скорее всего, так. Галантерейщик. Это что у нас? Плащи продает. Хорошо. Торговец еды. С едой. Сырое мясо. Давайте мы мяска закупим, да? Глаз хамелеона мне пока не интересен. Медвежья лапа. Ну, давайте, что нет? Львиные ребра. Ну, пока-то потратим, да, наши денежки. А что нет-то? Мясо гадюки. Покупаем. Все, возвращаемся. Галантерейщик. Что ты можешь мне продать? Плащи торговца, плащ торговца. Легкий пояс, легкий пояс. Давайте два легких пояса возьмем. Да. А, я не знаю, что я сейчас купил, но неважно. Торговец броней. Шлема. Шлем новичка, да? А что у нас у гладиаторов? Шлем новичка. Поясов нету. Поясов я им взял. Это хорошо. Так, средние сапоги. 7,50. Я пока еще не очень чувствую, что значит два золотых, 48 серебряных. Но средние сапоги возьмем. Что еще? Шлемчик вот этот возьмем. 50 серебряных пока, думаю, не стоит. Так, а торговец что у нас подойдет? Оружие. Думаю, нужно взять пару мечей. Да, вот таких вот. Полуторный меч. Боевая палка. Вот алебарду возьмем. Возьмем боевой топор. И пару щитов. Они одинаковые, да? Кожаные щиты. Да. Они одинаковые. Может быть колчан какой-нибудь возьмем еще? Это же кожаный колчан, да, получается? Да, давайте возьмем кожаный колчан на всякий пожарный. Идем на рынок рабов. Давайте докупим пару человек. А что бы нет? Они все по 20 золотых стоят. Вот только вот Джексон почему-то стоит 60. Пятого уровня. Берем. О, замученный бродяга. Джексон. Уровень пятый. Мужчина. Человек. Сила 5. Ловкость 12. Интеллект 5. Стойкость 7. Точность 5. Сила воли 5. Древковое оружие 1. Дальнее 3. Угу. Молодушие. Способно. Понятная история. Джексон родился рабом, потому что его родители были рабами. Будучи чьей-то собственностью, Джексон никогда не знал, что такое свобода. Имея хотя бы любовь своих родителей, жизнь в родстве была бы выносима. Но вскоре его хозяин подумал, что ему не нужно так много рабов. И Джексон продан и бессердечно разделен со своими. Что, купим его? Ну не знаю, что он такой дорогой, но в общем давайте купим его. Вы уверены, что хотите купить раба? Да, уверен. Так, кто у нас еще здесь есть? Еще человек, да, я так понимаю? Первого уровня. Ну давайте купим даже парочку. Ройс это у нас кто? Женщина, человек. Ага, типа красненьким это женщины, синеньким это мужчины. А зелененький тогда кто? Эльфы. Замечательно. Музыка закончилась внезапно. Ну что ж, придется мириться, это инди-игры. Женщина-человек. А что она умеет? Так, дуэлянт. Парная, двуручная, ничего она не умеет. Дина-человек. Почему они различаются, зеленые и синие, вот иконки, я не знаю. Так, тренер. Хороший тренер, лидерство хорошее. Давайте ее тоже купим. Так, и того, в итоге мы купили сколько с вами? Троих. Троих человек купили. Пока мне это нравится. Давайте еще, может, одного купим, кого-нибудь. Вот ее. Я пока еще не сильно разбираюсь, что и как. Но для этого и нужно первый раз посмотреть, да? Так. Рынок. Гильдия воров. Давайте посмотрим следующий рынок. Да, загрузочки могли быть и побыстрее. Ух ты. Ну, здесь примерно все то же самое, да? Торговец оружием, торговец броней. Галантерейщик. Сверхпрочные ремни, кстати говоря. Давайте пару возьмем. Что? Алхимические? Еще алхимик есть какой-то. Сердце льва, волчья печень. Не, надо будет это... Мы попозже, если начнем прохождение, если вы заинтересуетесь этой игрой, то мы, конечно, и поставите кучу лайков. Ну, или дизлайков. Любое внимание важно. Мы, конечно, поразбираем эту сторону поинтереснее, получше. Так, здесь у нас что? Человек-мужчина, защитник, терротрестойкость. Я не знаю, стоит ли нам еще вообще рабов покупать. Давайте посмотрим еще остальной рынок и попробуем уже закончить день. Ну, вообще распределить, наверное, по местам наших новокупленных гладиаторов. Так, это у нас что? Это у нас рынок... Какой мы рынок выбрали? Пиратского бара, да? Рынок пиратского бара. Рынок рабов, торговец. Ну, все то же самое. Единственное, что только здесь торговец материалами есть. То есть, для крафта. Замечательно. Но я уже два золотых потерял, которые у меня были. У меня осталось 96 серебра. Я думаю, что не стоит всем этим заморачиваться. Давайте возвращаться к нам на базу. Ну, в смысле, к нам на арену. Да, мы можем 16 рабов иметь, да? Я так понимаю? Да, 16. Так, и теперь что? Возвращаемся на черную... Так, и куда мы вот этой стрелочкой вернулись? Прошел один день. Странствующий торговец. Так, два снегопада... Снегопад. 12.99. Странствующий торговец приходит на вашу арену, неся какое-то аудиоаторское снаряжение и кричит, что это самое лучшее, что у него есть. Может быть, вы захотите взглянуть? Отказаться купить. А что купить? Странствующий торговец. Тяжелые сапоги. Не знаю. Давайте тяжелые сапоги возьмем. И все. Что ж. Давайте распределим тогда обязанности наших ребят. Каким-то образом. Кузнецов, Зал тренировки. Зал тренировки. Инструктор. Вот у нас Дина. с хорошим показателем тренировки, да? У нее лидерство 3, тренер 3. И сюда определим всех остальных? Или как? Даже не знаю. Кристи, Рода, Джексон. А что у нас у Джексона хорошего? Дальнее оружие. Пыры-пыры. Маргарет. Давайте всех посадим на тренировку, да посмотрим. Как это будет выглядеть. Тренировать. Так. Начать. Опа. Это наша тренировка, да, получается? А, ой, мы его кулаками, да, отправили боевать? Забавно. Зато мы здесь сможем научиться с вами работать. Это что у нас? Боевой фурор. Ух ты. Это типа обилка, да? О, ништяк. Сила плюс 2, восстановление энергии. Ну, конечно, Джексон хоть и пятого уровня, но он ее не добьет. Атака, щеки, отмена. Что значит отмена? Блок. Щеки. Что такое щеки? Осмотреть. Типа с его точки зрения, что ли? Все. Дотренировался, братан. Что-то у нас с белым лицом. Короче, ладно, непонятно. Мы всех распределили? Вроде как бы всех распределили. Надо только, наверное, в лазарет кого-то отправить. Сюда нам некуда. А, Маргарет, у нее тут хорошо с медициной, но только она, походу, у нас тренирует же, да? Тренировочный зал. Нет, Дина. Она тренируется, да? Вот она. Она тренируется. Давайте-ка мы ее отправим в лазарет. Да, пускай может что-то создать. Да, может что-то создать, но у нее нет рецептов пока, да? А изучение, медицина, медицина. Идет изучение. А сюда мы можем... А, пока не можем, да, никак добавить. Умерших нету. Это хорошо. Что ж, может быть, как-то выйдем на арену? Так, история. Арена Блэкторн, одна из четырех больших арен в вольных землях. И самая известная из них. Арена была построена последним императором империи Тали, Патрицием Третьим, в 651 году. Для его личного развлечения, после падения империи, Блэкторн, была заброшена на несколько столетий, вплоть до 1665 года. Когда она была обнаружена, восстановлена и вновь открыта, богатым торговцам, арена Блэкторн берет свое название от железных шипов, которые тянутся вдоль ее черных каменных стен. Эти шипы пронзили бесчисленное количество бойцов и тысячи в тысячах игр, которые проводились на арене. Некоторые бойцы попадали на эти шипы случайно, в то время как другие были брошены на них со своими противниками. Вам, наверное, следует убедиться, чтобы ваши гладиаторы не совершили такой же ошибки. Бой. Планируется. Тип боя пока, с размера 1, ловушки 0. Спонсора. Мы можем кого-то спонсора выбрать? Нет, пока мы никого не можем выбрать, да? Ну что, давайте проведем бой. Доля расхода 100%. Привлекает 10, время 1. Давайте проведем бой. А, стоимость. У нас не хватает денег, да? У вас не хватает влияния, чтобы устроить состязание. А как мне тогда его поднять? У меня не хватает влияния. Таблица лидеров, список рабов. Что у нас там с рабами-то? Восстановились наши обмундированные ребята-то, нет? 6 из 16. А где Дуган, да, у нас вроде одетый на данный момент. И Маргарет вроде как одета. Но они у них жизни мало. Скажем так. Угу. Казнить мы даже можем рабов. Ничего себе. Ладно. И как нам тогда? Давайте закончим день. Так. Травмированные тренировки. Один из ваших гладиаторов травмированные тренировки, да? Понятно. Это какое? А почему у них хп не восстанавливается? По 1%? Вы что, издеваетесь? Так. Ладно. Давайте кто у нас там? Джексон, да? Самый опытный. Джекс. Джексон самый опытный, да? Вроде как. Ё-моё. И все это можно... Очки потенциала. То есть можно каждого человечка прокачивать, да? Это хорошо. Хорошо. Давайте его оденем. Подождите. Этот Джексон у нас пятого уровня или нет? Сила 5. Что-то я понять не могу. А. Вот он. Пятый уровень человек. Давайте его оденем. Сапоги ему оденем хорошие. Хороший... Хороший ему отдадим пояс. Что еще? Он вроде как древковым оружием хорошо справляется, да? Древкое дальнее. Нет. Пускай качает древковое. Это же древковое. Да. Вот древковое. Алибарду ему дадим сейчас. Куда ее пихать? Сюда? Сюда. Сюда. Или куда? Или прямо на него? Нет. Это что у нас? Свод для оружия? Вроде как. Свод для оружия. Тогда ему древковое. А. Во. Тут щиты, мечи. Все написано же. Так. Ага. С древковым оружием ни хрена нельзя щить. Да. А вот с топором можно. Хорошо. Что еще можно ему напялить? Может быть ему деревянный щит тогда дадим? Шанс блока 20. Сторона блока 120. А здесь 20-140. Ну, пускай будет этот тогда. Он получше вроде как. На голову давайте ему хорошую защиту поставим. Что еще у нас есть для него? Да вроде все. Да, вроде все. Что ж, возвращаемся тогда. Как-то можно же выйти на арену. Да, я так понимаю. Арена. Вот карта мира. Да. Где-то мы можем поучаствовать. Давайте выберем где вообще мы находимся. Угу. Кассл. Так, так, так. А мы где? Непонятно где. Что ж. Берем первый значок. Вот здесь у нас что? Турнир. Показ. Турнир, да? Эта опция отражает информацию о предстоящих состязаниях на арене. На арене время от времени будут проводиться различные соревнования. Испытания. Так, история. Что это такое? Информация о соревновании в соответствующих настройках. Хорошо. То есть, все-таки, короче, в общем, дохрена, да? Пустынная арена госпожа Зинобия рыночная арена. Так, хорошо. На рыночную арену мы можем кого-то поставить? Испытание, бой. Записаться. Джексона, да, записываем? Ну да, его начать. Не знаю, о чем мы сделали, но что-то мы сделали. Так. СОБ. Неизвестно с ним, с кем, да? В общем, пока один на один. Вероятность тысячи бронзы поставить можем, да, я так понимаю? Хрен его знает. Давайте пока без ставок. Доход. Ха. Ха. Так. О, какой страшный. Нифига у него дубина, точнее, меч. Походу, Джексон в пролете. Ха. Иди давай, воюй. Так. Здесь еще какие-то ловушки есть. О, у нас пятого уровня, а этот хвыщ первого уровня. Давайте его бафнем. Боевой фурор. И начнем его шатать. Кингстон, блин. Так, а что у нас еще здесь? Пригнуться, встать. А, мы можем во время удара это делать? Скрытность провалена. Слушай, вали его давай уже. Пробитие блока. Походу, он не выживет. Достать, убрать. Так, скорость игры. Пауза. Формирование группы. Силовая атака. Этот персонаж состроение вышел из-под контроля. Ничего себе. Какой-то он не пятого уровня, нифига. Че-то ему кажется продули, нет? А, один удар. Давай, один удар. И ты сейчас его сделаешь. Ну, давай. Зараза. Ладно. Короче, мы побеждены. Победитель у нас так, получил 1000 экспы. А мы получили рану. Да, в общем-то и просрали все. Хорошо, хоть не ставили ничего. Подсказка. Ваша команда была исключена. Вы хотите выйти из состязания и вернуться на свою арену? А как мы можем противостоять этому? Никак. А, можем наблюдать, да? Так, давайте понаблюдаем. И посмотрим, как это будет происходить со стороны. Да-да-да, он сейчас горло перережет. Девятый уровень. Ну, понятное дело. А он уже сразу третьего стал, да? с того, как один раз у нас выиграл. Кигана его ножиком захреначила. Ладно, все понятно, в общем. Что ж, тут поделаешь-то. Мы побеждены. Возвращаемся без всяких плюсов и без всяких минусов. А это что такое? Так, ну, это понятно, что у нас еще один гладиатор получил какую-то травму. Расходы стража. Непонятно, что вот это расходы, это получается наш баланс, да? Или как? Или как-то я неправильно понимаю это. Пока непонятно. предотвращение побега 46%, то есть нам нужно добавлять еще одного стражника, да, чтобы увеличить предотвращение. Да, у нас явно вот это расходы. Как нам зарабатывать, ребята, в этой игре? Пока мне ничего-то не сильно понятно. Ладно. Закончили день, что мы вот здесь увидели? Инструктор получит 75 единиц чего-то. риск травмы 9%, уровень 3%. Обучение. Кого пообучаем? А где у нас, кстати говоря, этот-то? Джексон. Которого мы, собственно, вооружили, снарядили, а он не оправдал наши надежды. Где он сейчас тусит? Непонятно, да? Что ж, ребята, я думаю, что мы на этом закончим наш первый взгляд на эту игру Blackthorn Arena. Если вам интересно, я постараюсь разобраться в ней и продолжить уже игру. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, кому не понравилось. С вами был Соб. Увидимся в следующей серии. Соб.